Это новости на канале ФКТ, в студии Ольга Десятого. Здравствуйте и смотрите сегодня. Школу на Мамайке построят в следующем году. Об этом стало известно во время рабочей встречи мэра Сочи и министра просвещения страны. В Сочи полицейские вернули журналистам из Уругвая потерянное телевизионное оборудование. Его стоимость более 10 тысяч долларов. Сочи простится с руководителем музея истории города и инициатором многих проектов. Ушла из жизни Алла Гусева. Заповедная красота. Выставка под таким названием открылась сегодня в музее Островского. Новые механизмы в борьбе с мошенниками на рынке жилья в Краснодаре обсудили поправки в законодательство о даревом строительстве. Благодаря активной борьбе с недобросовестными застройщиками в крае стремительно уменьшается количество обманутых покупателей. Как эти вопросы решаются на федеральном уровне, расскажут наши краснодарские коллеги. Людмила Глита полгода не видела свою будущую квартиру. За это время здесь уже вывезли строительный мусор, убрали в подъездах. Женщина регулярно проверяет, как идет ход стройки и радуется предстоящим хлопотам. Не верится, что вот-вот настанет этот день, когда будем ремонт делать. А ведь еще пять лет назад время в многоэтажке на Симферопольской в Краснодаре будто застыло. Восемь месяцев на площадке не было слышно перфораторов и команд прораба. Дом перешел в ранг проблемных, когда застройщик обанкротился. Эстафету перехватила другая компания. Люди стали работать. Работа кипела. Работали по выходным дням. От нас никто не прятался. Нам говорили реальную информацию. Любой звонок был отвечен, не оставался без внимания. Сейчас дом готов на 99%. Уже на днях люди въедут в свои квартиры. Появилась надежда и у других дольщиков. Квадратные метры в многоэтажном комплексе на улице Уральской в Краснодаре ждут больше тысячи семей. Кусочек вот этой стены – это самое лучшее представление о том, какой должен был быть наш комплекс. Здесь должно было быть витражное остекление, балконы должны были украшаться балясинами, окна были укреплены моноблоками. Масштабная стройка должна была завершиться три года назад. Однако нерадивый генповрядчик решил попросту отправиться в бега с деньгами. Затянувшиеся перипетии наконец-то пришли к логическому завершению. За многоквартирный комплекс взялся надежный инвестор. Сейчас специалисты проводят экспертизу и решают, как передать дом в руки нового застройщика юридически. Тема борьбы с мошенническими схемами стала центральной на сегодняшнем совещании, которое провел министр строительства России Владимир Якушев. На видеосвязь вышел и наш регион. Глава Минстроя рассказал об изменениях в законе о долевом строительстве. Согласно поправкам, с 1 июля застройщик сможет получить расчет за проданные квадратные метры только после сдачи квартиры. Если жилье приобретено на этапе возведения дома, то деньги должны храниться на специальных счетах в банке. К ним не имеет доступа ни покупатель, ни продавец. При этом появились новые требования к компаниям-застройщикам. Получить разрешение на возведение многоэтажки теперь можно только отработав на этом рынке не менее трех лет и сдав в эксплуатацию больше 10 тысяч квадратных метров. Изменения не коснутся тех сделок, которые были заключены ранее. Сейчас все проблемные многоквартирные дома включены в региональную дорожную карту. Губернатор края предлагает рассмотреть возможность выделить деньги на завершение строительства из Федерального компенсационного фонда. Для нормализации ситуации и закона эти меры необходимы. Это, безусловно, у нас огромные слова благодарности и Минструю, и Федеральному центру, и правительству за данный закон. Но вот все-таки этот Федеральный компенсационный фонд. Деньги, которые там накопились, все-таки можно, говоря, от какого-то исключения или по каким-то механизму все-таки пустить на то, чтобы мы достроили существующее наследство. Вот то, что является сегодня предметом максимального возмущения обманутых дольщиков, в том числе и в Краснодаре, и в Краснодарском крае, как и по другим субъектам Российской Федерации. В прошлом году в регионе насчитывалось 60 проблемных объектов. На сегодняшний день 9 домов введены в эксплуатацию, еще 5 планируют сдать уже до конца этого года. Кубань остается самым привлекательным регионом для жизни россиян. С каждым годом в наш край приезжает все больше людей. Отсюда и большой спрос на жилье, и проблемы со сдачей квадратных метров. Поправки в закон позволят предотвратить появление новых обманутых дольщиков. Инна Чайко, Алексей Комаров, Денис Москаленко и Самир Гачаев, Кубань-24, Краснодар. На Кубани разработали проект нового корпуса краевой детской больницы. Об этом сегодня стало известно на совещании, которое провел Вениамин Кондратьев. Вместе с краевыми и муниципальными чиновниками глава региона обсудил исполнение майских указов президента страны. Одна из самых главных задач, поставленных главой государства, добиться масштабного роста благосостояния людей. Как отметил губернатор Кубани, важную роль в этом играет качественная и доступная медицина. Чтобы кардинально изменить ситуацию, принято решение передать районные больницы и поликлиники в краевую собственность. Это позволит оперативно оснастить их современным оборудованием и сделать ремонт в лечебных учреждениях. Вопрос один и тот же повторяется во всех муниципальных образованиях. Это вопрос качества медицинских услуг, качества лечения. Мы не раз говорили, что у нас люди, это самое главное богатство, люди должны быть здоровыми. И вот вовремя обратиться и вовремя получить медицинскую помощь. Сегодня мы должны это обеспечить. В первую очередь на селе. Также по поручению Вениамина Кондратьева в Краснодаре уже в ближайшее время начнут проектирование современного онкологического диспансера. В Сочи проходит двухдневное всероссийское совещание руководителей органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в сфере образования. Его открыла министр просвещения России Ольга Васильева. Какие темы были предложены для обсуждения, узнаем у Елены Овсециной. Ключевая тема совещания – обсуждение новой модели повышения квалификации педагогов. В современных условиях, когда возвращаются лучшие традиции отечественного образования, требования к учителям и воспитателям будут совсем другими. Если раньше в приоритете было исключительно образование, сейчас образование и воспитание лежат в одной плоскости. Как показала практика, углубленные знания мало чего стоят без духовного развития личности. Святейший патриарх московский Сияруси Кирилл очень откровенно говорил о воспитании нашей молодежи. И он предлагает всем нам, кто занимается вопросами молодежи, кто занимается вопросами образования, поднять на новую планку воспитательную работу, патриотическую работу нашей молодежи. Игорь Морозов напомнил о сельских учителях, которых необходимо поддерживать такими же государственными программами, как, например, «Земский доктор», которой воспользовались тысячи молодых специалистов, для того, чтобы сохранить учебные заведения в селе, без которых периферия умирает. Вообще о строительстве школ шла речь особо. Мы продолжим строительство школ. У нас на сегодняшний день 188 тысяч – это до потребности, потому что демографический рост и ликвидация третьей смены, а на сегодняшний день – это 73 тысячи школьных мест. Это, безусловно, приоритет для нас. Такой потребностью стало строительство школы в сочинском микрорайоне Мамайка. По этому поводу городские и краевые власти неоднократно обращались в правительство. Письма в адрес Министерства образования и Министерства финансов направлен и депутат Госдумы от Сочинского округа Константин Затулин для того, чтобы включить школу на 800 мест на улице Ландышевой в перечень объектов госпрограммы и обеспечить ее строительство соответствующим финансированием. Сегодняшняя встреча главы города и министра просвещения подтвердила строительство школы на Мамайке в 2019 году. В этом деле нас поддерживает министр просвещения Ольга Юрьевна. И, в общем-то, все готово к тому, чтобы строить. Она очередной раз задала вопрос, у вас все готово, проект, экспертиза, все готово. Будут говорить на совещании и о создании новых мест в детских садах, и о качестве дошкольного образования, и в целом о кадровом потенциале системы общего образования в России. Елена Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И трагическая новость. Ушла из жизни главная хранительница истории Сочи, директор музея истории города-курорта Алла Гусева. Алла Валентиновна скончалась после продолжительной болезни. В самом музее жизнь течет своим чередом. Экскурсии расписаны на весь день. А вот человека, который проработал здесь 45 лет и, будучи директором, вдохнул новую жизнь в это учреждение культуры, накануне не стало. Тяжело всем. Сотрудники скорбят и не верят в произошедшее. Но, тем не менее, работают с полной отдачей. Так, как учила Алла Валентиновна. Гусева была тем руководителем, которого любили, к авторитетному мнению которого всегда прислушивались. То, как вот она любила наш город, как она понимала все его проблемы, проблемы сохранения историка культурного наследия. Наверное, таких больше людей в городе нет. Несмотря на то, что ее с нами нет, вот такое ощущение, что она присутствует вот в этих, вот с нами сейчас рядом, потому что тут каждая фотография, каждый предмет, он, в общем-то, напоминает о ней. Потому что то, с какой любовью она всегда относилась к музею, к музейному делу, это, конечно, не может не восхищать. Соболезнования в адрес родных сегодня выражают сотни сочинцев. Ее знали многие. И только как потрясающего человека, историка и профессионала, предано служившему родному городу. Я хочу из последних, значит, ее дел назвать создание экскурсионного исторического маршрута, который начинается у нас от форта. По этому историческому маршруту расставлены всевозможные арт-объекты, которые говорят об истории нашего города. И это ее дело. Я уверен в том, что это дело, которое она сделала совсем недавно, оно будет напоминать постоянно об Алле Валентиновне. Я бы ее назвала одним из самых мощных популяризаторов исторического наследия нашего города. Так как она с каждой лекции, с каждой экскурсии дарила частицу своей души каждому, с кем она общалась на предмет истории нашего города, это, конечно, просто потрясающее человеческое качество. И вот на самом деле я считаю, что город осиротел. Алла Гусева была инициатором и идейным вдохновителем массы городских проектов. Незаменимым партнером стала и для нашей телекомпании. Программа «Однажды в городе Эс», так полюбившаяся зрителям, выходила в эфир и с ее легкой руки. Нас с Аллой Валентиновной связывала очень много. Работа, работа и дружба. Мы очень много с ней работали в этом проектах «Однажды в городе Эс». И историческая составляющая, историческая правда моего проекта – это заслуга Аллы Валентиновны Гусевой. Говорят, незаменимых людей не бывает. Бывает, и это я знаю совершенно точно. Именно таким человеком и была директор Музея истории города Сочи Алла Валентиновна Гусева. В Музей истории Алла Валентиновна пришла молодым экскурсоводом. В итоге всю свою жизнь она посвятила сохранению и популяризации историко-культурного наследия курорта. Также ее творческая деятельность была посвящена исследованию и выявлению ранее неизвестных фактов истории Сочи и Краснодарского края. Ко всему прочему, Алла Гусева является автором многочисленных исторических исследований и монографий. Ее перу принадлежит более 170 публикаций отдельных изданий, в том числе и популярная книга «Леки Старого Сочи». Ею подготовлено более 700 экскурсоводов. Прощание с Аллой Гусевой состоится в пятницу 6 июля с 14 до 15 часов в Мавзолее на улице Догомыской. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. И продолжаем выпуск. Сочинцы смогут бесплатно получить юридическую помощь. 6 июля в Государственных юридических бюро Краснодарского края пройдет день открытых дверей. Юристы бесплатно окажут правовую помощь всем желающим. Помощь можно будет получить в виде устного, письменного консультирования, составления документов правового характера, представления интересов граждан в судах и государственных органах. В Сочи подразделение бюро находится по адресу Курортный проспект 53, кабинет 8. Телефон для справок 8 988 312 77 88. Прием будет проходить с 9 утра до 5 вечера. В Сочи полицейские вернулись журналистам из Уругвая потерянное телевизионное оборудование стоимостью более 10 тысяч долларов. В дежурную часть полиции обратились журналисты из Уругвая, работающей в Сочи, на чемпионате мира по футболу. Они рассказали, что ночью у входа в гостиницу оператор оставил сумку с оборудованием. При выходе ее не обнаружил. Журналисты были очень взволнованы и объяснили, что в рюкзаке находится взятое на прокат профессиональное оборудование стоимостью более 10 тысяч долларов. Полицейским понадобилось меньше суток, чтобы обнаружить пропавший рюкзак. Уже на следующий день журналистов пригласили в отдел, где вернули потерянное. Мы очень довольны и очень удивлены, насколько быстро работает полиция. Мы не встречали такого у себя. У нас две радости – Уругвай победил и найдено оборудование. Иностранцев, довольных работой полиции, с каждым днем становится все больше. Полицейские возвращают болельщикам оставленные телефоны, кошельки, сумки, документы. В кратчайшие сроки восстанавливают потерянные миграционные карты. Гости чемпионата благодарят полицию даже в социальных сетях. Так трогательный пост опубликовал на своей страничке в Фейсбуке болельщик из Перу Диего Мотта, которому помогли вернуть деньги и даже накормили. Мэр Сочи пополнил коллекцию музея спортивной славы новым ценным трофеем – майку с автографами всех игроков сборной Бразилии. В 2018 году главе курорта вручил президент конфедерации футбола Бразилии Рожерио Кабокло. Встреча состоялась во время заключительной тренировки команды на центральном стадионе. После встречи Анатолий Пахомов вместе с болельщиками Бразилии и членами семей футболистов посмотрел тренировку пятикратных чемпионов мира. Уже сегодня сборная покинула Сочи. Проживать команда будет в городах, где назначены матчи с ее участием. Нам пообещали, что когда я приду на базу тренировки, то нам обязательно подарят эту майку. Вот они сегодня дали высокую оценку и городу, и стадиону, и тренировочной базе, и, конечно, гостеприимству сочинцев, за что им большое спасибо. И вот в знак нашего знакомства и пребывания бразильской команды в городе Сочи оставили вот такую майку, которая займет достойное место у нас в музее. Конечно, нам, безусловно, все понравилось. Нам, команде, гостеприимство, теплота города, теплота жителей, качество всей инфраструктуры. Поэтому мы были очень счастливы находиться здесь. Представители Бразилии увезли из Сочи местный чай, самый северный в мире. Одно из пожеланий, которое прозвучало в адрес сборной – после мундиаля вернуться в Сочи на отдых со своими семьями. Следующий матч уже в 1-4 финала бразильцам предстоит провести в пятницу, 6 июля, в Казани. Их соперником выступит сборная Бельгии. Ну а пока футболисты восстанавливаются и готовятся к очередному поединку, члены конфедерации футбола Бразилии, переводчики, технический персонал, болельщики могут поближе познакомиться с Сочи. В один из таких дней гости из Бразилии побывали в комплексе «Вольница» на Мацесте. У большинства россиян Бразилии ассоциируется с карнавалом, самбо и популярными сериалами, знаменитыми на весь мир статуи Христа и Скупителя в Олимпийском Рио-де-Жанейро и белоснежными пляжами Капакабаны. А еще, конечно, с легендой мирового футбола Пеле. Бразильцам, как и большинству иностранцев, Россия представлялась страной со снежными холодными зимами и медведями. В Сочи удалось разрушить этот стереотип. «Мы здесь довольно долго приехали 1 мая для того, чтобы подготовить все для нашей сборной. Посетили много разных мест в Сочи. Море, Розухутор – это место. Мы полюбили все это и чувствуем себя, как в Бразилии, на пляже Капакабаны. И погода очень похожа на погоду в Бразилии, люди очень-очень хорошие. Мы любим все в Сочи. Я рад, что мы все время проводим здесь, а не в других городах. Мы представляем Сочи в соцсетях, в наших аккаунтах, в том числе и в Фейсбук. И все люди сейчас говорят, что если мы соберемся в Россию, то поедем именно в Сочи». Бразильцев сложно удивить красотами природы, но Сочи это удалось. Их не оставил равнодушным комплекс «Вольница», раскинувшийся на 4 гектарах на высоте 400 метров над уровнем моря на Мацесте. Чистейший воздух, рукотворные озера и пруды с янтарной и радужной форелью, карпами и сазанами. А еще нутрии, гуси, утки, цесарки, павлины, белый орлан – подарок персидского шейха, козы, лошади и многие другие обитатели. Оценили бразильцы и Семеновские водопады, и, конечно, русскую баню с молодильной купелью. «Это сказочно, это очень красиво. Мне понравилось это место. Водопады и русская баня с купелью. Стадионы у вас отличные, люди удивительные. Нам был оказан отличный прием, куда бы мы ни пошли». Побывали гости и в этнографическом музее «Вольница», где познакомились с бытом местных жителей, проживавших на этой территории около века назад. Показали бразильцам и местную пасеку, где добывает мед из каштана и липы серая кавказская пчела. «Мы удивлены всему, что увидели здесь. Все полюбили Россию. И футбол у вас развился сильно. Мы болели за Россию в игре против Испании. Пеле – наш лучший игрок всех времен. И теперь в России есть такие же герои, которые пробивали пенальти в этом матче». Бразильцев покорило гостеприимство и радушие людей, красота Сочи, отличные футбольные поля и условия, которые созданы для сборной, что позволило им почувствовать себя как дома. Болельщики группы поддержки сборной Бразилии верят в победу своей команды. И будут не только не против, а даже посчитают за честь встретиться со сборной России в финале. Ведь нынешний чемпионат мира уже преподнес немало сюрпризов. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Ну и сегодня же глава Сочи обратился к жителям и гостям курорта с просьбой в день четвертьфинального матча 7 июля снизить нагрузку на городскую транспортную инфраструктуру. Уважаемые жители и гости курорта, дорогие сочинцы, 7 июля состоится событие, которого мы ждали более полувека. Сборная России по футболу сыграет четвертьфинале чемпионата мира. И этот исторический матч состоится именно в нашем городе. Поддержать футболистов в Сочи приедут болельщики со всех уголков нашей необъятной родины. В этот день мы ожидаем около 200 тысяч гостей. Такая мощная поддержка очень нужна нашей команде. В Сочи прекрасная инфраструктура, но у нас должен быть запас прочности. В день матча дороги курорта должны функционировать бесперебойно. Поэтому я обращаюсь к каждому из вас 7 июля отказаться от личного автотранспорта и отдать предпочтение общественному. Это позволит обеспечить безупречную транспортную логистику в день исторического матча. Дорогие друзья, уверен, что мы проявим лучшее качество и подарим всем болельщикам комфорт и радушие. Пусть город Сочи принесет нашей сборной удачу. Заповедная красота выставка под таким названием открылась сегодня в музее Островского. Это персональная выставка сочинского фотохудожника Олега Комиссарова. Озеро Кордывач, перевал Аишха, гора Фишт. В двух залах музея Островского порядка 40 работ известного в Сочи фотохудожника Олега Комиссарова. Основной интерес мастера – это природа окрестностей Сочи. Его талант позволил передать величие горных вершин, влажный полумрак леса, неподвижную прозрачность горных озер. Заповедные места предстают во всей своей нетронутой красе. Выставка будет интересна широкому кругу зрителей. Организаторы уверены, что после ее посещения местным жителям наверняка захочется увидеть воочию все эти места. Мне кажется, для гостей города это такая обзорная экскурсия, скажем так. Может быть, кого-то она вдохновит взять рюкзак, палатку, пойти в горы, что-то увидеть своими глазами. Ну, а тех, кого нет такой возможности, можно еще раз удивиться невероятной красоте нашего заповедника, этих нетронутых мест. Кроме того, через свои фотографии Олег Комиссаров напоминает о высокой ответственности человека за сохранение этого уникального природного наследия. Выставка музея Островского будет работать до 15 августа. Ну и на этом наш выпуск завершен. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Ольга Десятого.